Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной мы представляем Николаевскую поэтессу Ларису Матвееву. Сейчас наш город переживает довольно сложные времена, упадок судостроения, упадок судостроительных заводов. Сложилось так, что я всю свою трудовую деятельность, сначала ее и по сей день, провела на судостроительном заводе, и между действиями буквы нару, больно и больно смотреть на то, что сейчас творится в заводе. В общем-то, это и послужило поводом для написания двух следующих стихотворений. Степеля. Заводские будки замолчали о спасении тщетно валя, И застыли в безмолвной печали одинокие степеля. Там, где нынче вороны гнездятся, славу наши отцы обрели, И мы смели торгическом сняться с табелям детей кораблей. Снится им, как из груды металла, в брызгах сварки и в скрежете слов, Словно по лучшему ству вырастала флота мощь под руками дворцов. Перекак, как в купель принимала новорожденные суда, Было пролито пота немало, было вложено много труда. А теперь милеют фарваты, без разводки ржавеют мосты, Очередные станут в килюатор корабли из ледушек пусты. После нас, к сожалению, скоро возродится страна и земля, И тянеют безмолвную кору, как в шаршек степеля. Николайцын, этот город и твой, и мой, Значит, мы за него в ответе, И его непутевые дети и хозяева мы с тобой. Мы застали его рассвет, В нем рассветы встречали тоже, И в дыхании нашем, и в коже пыль его, и оказывает свет. В неоплатном долгу-то, знай, Мы пред ним до последнего вздоха. Корабелов ходит эпоха безвозвратно, Варягов в Китае. Умирающих степелей слышен стон Или крик вороний, Так не может же мы похороним Славу гордых его кораблей? Бесполезный же разговор, Что оставим грядущим потомкам, И глядеть за бедесталом путемки Во взгляде, И в горе. И все-таки, невзирая ни на что, Каждый из нас любит этот город, И те, кто родился в нем, И те, кого с ним свела судьба. Лунным светом река припорошена, Вкривь и вкось, расчертив небосвод, Вниз срываются звезд горошины, Растворяясь во мраке вод, Берегов серебрятся глыбы, Скряга ветер считает листву, Прошепчу небесам спасибо, Что на этой земле живут.